Танцевальные конкурсы среди любителей проходят в разных точках планеты. Этот называется Галаденс Риверсайд Кап. Три команды из трех уральских городов Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска соревнуются сразу в нескольких стилях. Карибиан Микс, Американ Смус, Аргентинская Танго, а также Десяти Танцев, Латиноамериканской и Европейской программ. Соревнования начались рано утром с выступления пар. Вечером судьи конкурса оценивали команды. Жюри у нас разнообразные, представители и Челябинска, и Москвы, и, так скажем, мировой элиты танца. Задача состоит в том, чтобы открывать нашим членам клуба новый мир, где они могут реализовать свои мечты, для чего они, собственно, и приходят в наш клуб. Это турнир Pro-M. Это турнир, где один участник профессионал, а второй участник – это любитель, который недавно начал заниматься танцами. И основная задача, конечно, была отсуживать именно любительскую сторону пары до вечерних отделений, то есть смотреть на технику, на то, как человек умеет владеть своим балансом, стопы, руки, легкость, та же самая улыбка, и далее уже взаимодействие в паре. Но в вечернем отделении отсуживалось, конечно, уже парное танцевание, и там уже важно было смотреть в полный пакет, как пара гармонично смотрится друг с другом. В данный момент Россия в самых основных позициях всегда занимает первые места на любых турнирах, поэтому я думаю, что у нас любое направление, какое бы мы ни брались делать, оно будет на высшем уровне. Арктининская танго совсем недавно появилась, но уже в профессиональных турнирах, в финалах русский пара участвует. Оказаться в числе зрителей такого конкурса всегда интересно. В перерывах между выходами участников на паркет все разговоры лишь о танцах. То, что испытывают участники перед выступлениями – это сложная гамма чувств, состоящая из волнений и большого желания показать все свои достижения. Не все имеют опыт публичных выступлений, я считаю, что это важно. Это формирует и стрессоустойчивость, и умение себя подать, и вот та приобретенная новая пластика, и хочется кому-то показать. Я действительно с нуля начинала, то есть у меня вообще нет никакого танцевального опыта, то есть всю базу поставлена мне здесь. У нас происходят постоянно разные полы, челленджи, разные направления, в которых мы можем выступить. То есть не сразу же на турнир, а допустим какой-нибудь мини-турнир домашний, и в котором ты можешь просто попробовать. Когда ты чего-то достиг, хочется показать это людям. Это естественно, мне кажется, у любого человека. Это проходящий этап. И здесь не важен максимальный пиковый результат. Здесь вот кто танцует, очень важно посмотреть на себя на площадке, как это чувствуется, тем более, что это конкурс. Достойный уровень, очень хорошая подготовка, но вполне справляются со своими поставленными задачами. А большинство турниров, кто проводит голдэнс, получаешь примерно одинаковые эмоции, но они идут на очень высоком уровне. То есть, когда ты выходишь на площадку, даже в отличие, допустим, от профессиональных турниров, тебя ждет очень большая поддержка. Большая поддержка зрителей, большая поддержка твоей команды. Я всегда сильно заряжаю, тот сильно подступает. К вечеру накал страстей усиливается. В глазах участников все меньше волнения и больше азарта. Танцевальный батл трех городов обещает быть жарким. В отличие к такой командной встрече от обычного конкурса в том, что побеждает не отдельная пара, а команда по сумме выступлений всех своих участников. Поэтому, как правило, такие конкурсы получаются очень эмоциональными, захватывающими, и страстики пятны шуточные. Если не видеть, что происходит на площадке, то можно подумать, что встретились две яркие футбольные команды. Соревновательный момент, безусловно, важен. Это двигатель прогресса вообще. Поэтому вот именно сейчас он в вечернем отделении ощутился наиболее острым. Эмоции очень сильно зашкаливают. Очень насыщенный день соревновательный. Просто море эмоций. Показательные выступления от преподавателей и студентов – добрая традиция клубных событий «Галладэнс». А самым, пожалуй, интригующим моментом встречи стало объявление итогов командных соревнований. Итак, на первом месте Екатеринбург, на втором – Челябинск, и почетная третья досталась танцорам Тюмени. Впрочем, как обычно бывает в подобных случаях, победила дружба и любовь. Любовь к танцу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова